Добрый день, друзья! Сегодня мы рассмотрим такую специальность, как третий механик на судне. Смотрите этот плейлист, который называется «Работа моряка в статьях из интернета». Я думаю, здесь я рассмотрю все специальности. И кок, и судоводитель, и штурман, и механик, и электромеханик, матрос, моторист и так далее. Ну что ж, статью я еще не читал. Потом выскажу свои комментарии по ходу пьесы. Ну что я могу сказать? Я работал третьим механиком всего лишь полтора контракта. Два контракта четвертым, потом полтора контракта третьим, дальше вторым лет семь, и потом стармехом. Поэтому опыт у меня больше всего, как у второго механика. Ссылку на статью я, как всегда, оставлю в описании к видео. Ну что ж, поехали! Работа судомеханика непредсказуема и сложна. Но я люблю свое дело. Третий механик. Герой нашего рассказа – третий механик, которому 28 лет. Почему вы решили связать свою жизнь с морем? У меня дядя стармехом работал, и так получилось, что он меня отправил учиться в Киевскую морскую академию. Я закончил академию по специальности энергетические судовые установки. Начал я работу в море с 19 лет мотористом, потом ойлером работал, ну это одно и то же. Потом джуниором, потом четвертым механиком. Сейчас работаю третьим механиком в компании China Navigation. На каких судах работаете, с какими экипажами? Нет ли проблем в общении в смешанных экипажах? Работал я на контейнеровозах, танкерах. Мы работаем в основном с китайцами, шриланкийцами, филиппинцами, янмарцами. В принципе, со всеми по работе находим общий язык. За всю мою карьеру только с китайцами бывало не находил общий язык, и только потому, что большинство из них плохо знают английский язык. А так со всеми коммуникация проходит довольно успешно. Как проходит рабочий день на судне у механика? Что входит в ваши обязанности? Утром получаем задание от Стармеха. Моя ставочка, но не от Стармеха, а от второго везде. И делаем то, что он говорит. Если Стармех не дает конкретное задание, то мы занимаемся своими делами. В мои обязанности входят обслуживание котла, вспомогательных двигателей. Если нет на борту четвертого механика, то на мне сепараторы, фекальные танки, воды, перекачка и подогрев топлива. Работы на судне у механика хватает. Вы довольны выбором профессии? Многие считают, что мы путешествуем по миру, много видим. Но на самом деле у нас иногда вообще нет времени выйти на берег. Особенно, если это контейнеровоз. Короткие стоянки, переходы из порта в порт, маневры, отстоять. Еще есть и своя другая работа. Иногда поспать не было времени, не то чтобы выйти на берег. А последний контракт был на Балкере. Там получалось выйти в город погулять. Случались ли из-за вашу практику серьезные происшествия на судне? Однажды в топливной системе труба лопнула. И за полчаса машинное отделение налило 5-6 тонн тяжелого топлива. Но экипаж очень быстро справился. Всю ночь мы откачивали, драили, мыли. За ночь все убрали. А других ЧП у меня, слава богу, не случалось. Но у моих знакомых механиков и вспомогачи взрывались, вспомогательные двигатели. Потому что надо проверять обтяжку болтов в кранкейсе. Некоторые механики не делают этого. И в итоге болты отходят. И может вылететь поршень, шатун и двигатель разрывает как петарду. Но на судне минимум 3 вспомогательных двигателя. И еще один аварийный, который рассчитан на крайний случай. Он работает на дизеле. Работает автономно и рассчитан для поддержания аварийной аппаратуры. Радары, рулевка, пожарные насосы на случай пожара. И минимум освещения для работы парохода. Как кормят в рейсах? Бывали проблемы с провизией. Есть ли доступ к интернету? Питание зависит от капитана. Но вообще наша компания выделяет достаточно средств на питание. Наши украинские капитаны на еде не экономят. Я два раза работал с китайскими капитанами. Тогда с питанием было хуже. Они экономили. Последний раз был хороший повар Шрион Киец. Перед этим был китаец. И мы ели один рис. Но Стормех был британец. Он иногда освобождал меня на пару часов от работы. И я готовил украинский борщ. Китайская еда для нас была слишком острая. Они кидают какие-то потрошки, головы, крылья, ножки. Они кушают что-то такое непонятное, странное. Мы к такому не привыкли. На борту я не пью. Работа механика непредсказуема. Особенно если ты на переходе. Все может быть вроде нормально. Но ложишься спать, а ночью происходит ЧП. Поэтому я не пью на борту. Если устраиваем барбекю, от силы могу баночку пива себе позволить. На судах компании, к сожалению, интернета нет. Есть только судовая почта. И ты можешь домой написать письмо. Но слава богу, в порту есть люди, которые приходят и продают интернет карточки. Мы у них покупаем. И с телефона заходим в интернет. Проблем нет. В чем для вас заключаются самые большие трудности работы в море? Самая большая трудность для моряка, это то, что ты находишься далеко от родных и скучаешь за семьей. В море работа так же тяжела, как и на суше. Единственное, что радует, что после рейса пару месяцев отдыхаешь и ничего не делаешь. Я пока, слава богу, не женат. Поэтому работаю спокойно. Просто я вижу, как другие переживают, когда у них дома дети маленькие растут. А они не видят их. Конечно, в моих планах есть создание семьи. Когда стану вторым механиком, контракты будут поменьше. Тогда можно и семью заводить. Работа в море в какой-то степени мешает найти вторую половинку и создать семью. Ну, конечно, в этом плане тяжело. Приходишь домой, знакомишься с кем-то. И только начинаешь узнавать человека, а тебе надо уже уходить в рейс. А отношения у вас не закрепились. Дождалась, не дождалась. Потом начинаете опять сближаться. А что-то кому-то не понравилось и опять разошлись. Это минус работе моряка. Если бы можно было вернуться в прошлое, выбрали бы вы другую профессию. Или все-таки ничего бы не меняли. Мне очень нравится моя работа. И я не поменял бы ее, даже если можно было. Эта работа никогда не дает соскучиться. Вот и конец статьи. Какие комментарии от меня. Все это как бы поверхностно работе. Поэтому, чтобы посмотреть. Ну, не работу третьего механика. Ну, третьего механика я тоже показывал. Смотрите, 136 серий. Каждый день я заснял. Как работает экипаж в машине, на палубе. И я в том числе. По поводу найти вторую половинку. И совет от меня лучше ее искать, когда вы еще вообще никто. Когда вы кадет или вообще учитесь. Когда вы уже станете вторым механиком, стармехом, капитаном. Вы, конечно, без проблем найдете. Но вы не познаете тяготы и решения жизни без копейки в кармане. И это будет сильно. Ну, я не знаю. Лично мое мнение. В основном, как бы, статья так нормальная. Но нет таких. Если кто-то хочет узнать, как бывает тяжело в первом рейсе. То смотрите видео. Ссылочку сейчас увидите на экране. В правом углу. Ну, что ж, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Оставляйте комментарии. Также подписывайтесь во всех соцсетях. Ссылки на все контакты в соцсетях в описании к видео. Также телеграм-канал. Это более актуальный. Где я сейчас в данный момент нахожусь по профессии. И инстаграм. Все, что вижу, все фотографирую. Все, до новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин